Всем привет! С вами Андрей. У нас в Шатерплексе Банжа, БМА, 23 уровень. Собственно, мы остановились в прошлой серии на том, что подошли к Госсу, и наша задача на него будет в этой серии убить по возможности. Ну давайте перейдем в следующую локацию, посмотрим. После присутствия в камень, наша задача вылечиться по максимуму. У нас правда не получится сделать, но все-таки мы попытаемся. И, собственно, пробить босса. Давайте переоденем алхимика. У нас, например, кровавый, хотя нет, вместо ботинок природы. Алхимик у нас, чтобы перезаряжался быстрее, используем кольцо энергии. Вместе к концу стихии. Подождем алхимика. Пару ходу. Если быть точным, до 100%. Наш писатель проголодался, это очень плохо. Но все-таки нам нужно, чтобы алхимик зарядился. Алхимик зарядился, отлично. Теперь наша задача сделать некоторое количество себе скляночек. А, чтобы вы имели представление, амфибия, зачарование. И пространственные часы. А на ботинках скорополох. Посмотрим, что нам нужно, что нам не нужно. Что нам нужно, что нам не нужно. Я думаю, просто взять одну арену. Арена готова. И взять также одну агрессию. Есть. Время агрессии готова. Страх. Какой-то ужас. Так, красота готова. Электричество у нас стоит. Порча, конечно, неплохо. Но ходило бы, чтобы помощнее порча. Поэтому, в идеале, порчу расщепить. И сделать из нее смолу. Например, в идеале. Например, через огонь. Давайте расщепим порчу. Сделаем из нее смолу. И потом, с помощью этой смолы. Она нам из инвентаря взаимодействует. Бафим себе, например, огонь. Для смолы взаимодействует с очередной точкой. Давайте бафим себе. Это наша единственная палочка. И у нас еще смолой здесь. Давайте еще раз бафим. У нас, собственно, огонь должен быть. Идет и огонь. Плюс четыре. Это значит, плюс два. В принципе, неплохо. По крайней мере, плюс два заряда огня мы получили. Что не может не радовать. У нас очень мало здоровья. И нам никак не поспать. Вот. Поэтому пока не ясно. У нас исчезла палочка. Как вы видите. Надо сюда поставить. В принципе, я думаю, нам должно хватить. Но точно не знаю. Первый раз бью босса. Как� на щ Semיב. Поэтому кто-то Cornell ко н, кто-то хотите платить. Постабим. Что у нас все разводится. Как父亲. США. Нам нужно точно точно объяснить. как пью. В любом случае зеркальника, превращение пока оставим, продажу оставим. Кинез тоже пока оставим. Так, давайте переодеваться. В атаке природы. У нас, собственно, кузнец еще напал. И можно еще вернуться к кузнецу в идеале. Попытаться забрать ее в пивку. Что нам здесь нужно? Нам, в принципе, нужна либо скорость, либо энергия. В идеале, конечно, энергия используется. Она более предпочтительная для нас будет. Чтобы быстрее палочки перезаряжались, чтобы у нас больше было защиты. Но для перезарядки палочек тоже подойдет до этого. Давайте для начала оденем эту. Поспать мы, скорее всего, не сможем. Собственно, мы готовы. Готовы к боссу. Собственно, босс Король Д'Орхов. Он, как вы видите, немножко потолще стал. Но, возможно, видите. Вы знаете, видите. Вот так он, в целом, ничем не примечается. Обычный Король Д'Орхов. Ну, может, чуть-чуть посильнее его способны. Его на парнике чуть посильнее. Ну, и так, в целом. У нас сейчас он телепортируется и все будет. Так, давайте спину мы берем. Используем огонь. Ближе к Королю Д'Орхов, собственно. Первая стадия. Ближе к Королю Д'Орхову. Несколько грудовлаков к ним спичковать. Чтобы они просто не скучали. Грудовлаков победить можно единственным способом. Наносяем отложенный урон. Ближе к Королю Д'Орхову. Вот. 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 Нажмем. Собственно, у нас монах. появился однокнежник. Он почему-то не дает возможности пробить. Ну, собственно, с этими ребятами мы уже сталкивались. На предыдущие разы. Поэтому нужно дальше просто выбить из них ХП. по максимуму. Остающие. Ждем следующий этап. Собственно, чернокнижник. У нас два голема нарисовалась. Ну, ничем они особо не примечательны. Давайте эту компанию подожжем. Чтобы они не скучали. Нас голем телепортировал. Давайте ему дадим агрессию. Чтобы он тоже не скучал. И дадим агрессию. Чтобы они развлеклись. Один голем убил другого. Что, собственно, надо. Ну, мы добили финального голема. Собственно, финальная стадия. Ничем особо не примечательна. Наша задача просто нанести ему достаточно урона. для того, чтобы он убил. У него будет висеть отложенный урон. И его отложенный урон должен быть выше его здоровья. То есть, чем выше... То есть, чем выше... То есть, если у него отложенный урон выше его здоровья. То, по сути, он погиб. Поэтому просто вносим дамаг до тех пор, пока его отложенный урон не перепрыгнет в его здоровье. Как вы видите, 51 ход. Давайте еще покоснуем. Наблюдаем за отложенным уроном. Я думаю, нам хватит его. Поэтому наша задача просто уйти в инвиз, если он у нас есть. Уходим в невидимость и одеваем кольцо богатства. Давайте посмотрим по цифрам. Да, у него 63, а хп у него 54. У нас легко перемотать время. Ну, собственно, мы его убили. Ничем особо не примечательного. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.